Котенок был достаточно высоко, выше крыши этого дома, на ветке. Он, конечно, очень истошно плакал, кричал, но не мог даже сдвинуться ни сантиметра. Поэтому было, да, очень жалко его. Элина Оглямова рассказывает о рыжем котенке, который застрял на разлапистой еле. На дерево его загнала собака. Жители Демского кордона пытались самостоятельно спустить домашнего питомца, но было слишком высоко. Это было вечером. Мы думали, что когда мы разойдемся, котеночек спустится сам. Но и на следующий день рыжий комок шерсти продолжал сидеть на месте. Тогда жители кордона решили обратиться за помощью к профессионалам. Говорят, боялись, что котенок может погибнуть. Он бедненький, уже изнемогал. От жары, от духоты, без еды, воды. Вызвала я спасателей. Спасатели, конечно, откликнулись, сказали, что приедут, но будет это, возможно, не скоро. Потому что в приоритете людские жизни. Ждать времени не было. Температура воздуха поднялась выше 30 градусов. А усатый и хвостатый друг жалобно просил о помощи. Вспомнила, что на кордоне у нас устанавливают Уфанет. И вызвонила в Уфанете ребят. И в часе пыталась. И буквально через 20 минут они подъехали. На помощь пришли инженеры компании Михаил Филимонов и Айгис Амирханов. С собой у них была лестница и снаряжение для работы на высоте. Мы закончили свое подключение. Подключали клиенту по системе Джипон. Уже стояли на выезде из Демского кордона на светофоре. Ну, сообщение в Телеграме. Вступило сообщение, что просит помочь снять маленького котенка с дерева. Ну, мы с напарником посоветовались и решили отреагировать. Развернулись и поехали на адрес. А это уже кадры спасательной операции. Михаил Филимонов спускает с дерева котенка и передает жителям кордона. Спасли. Держите. Котенок, когда я его снимал, он зацеплялся за ветки. Потом уже, когда я его к себе прижал, он в меня вцепился. И спокойно я с ним слез уже. Мы его отпоили, откормили чуть-чуть. Он был очень напуган. И через час мне поступил звонок, что обнаружились хозяева этой кошечки. И через час они ее забрали благополучно. И все было замечательно. Это не первый случай, когда сотрудники компании Уфанет оказывают помощь в непростых ситуациях. Так, месяц назад они помогли орнитологам достать 16-го этажа маленьких сапсанов. Рустам Нурешев, Андрей Шарыгин, Городской телеканал ЮТВ.